МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сирийская армия уничтожила 100 тонн боеприпасов. Американские сенаторы представили законопроект о запрете передачи Турции стрельбителей F-35. Армянин, покоривший Эверест, собирается добраться до лодки из Франции в Ливан. Европарламент запретил с 2021 года одноразовую посуду и пластиковые пакеты. Проблема чистой воды, питьевой для жителей района Горолук в Бисьмиле, Тигранагерте, была окончательно решена 20 лет спустя. Жители были лишены питьевой воды на протяжении двух десятков лет. В результате работы, проведенной муниципалитетом, они получили чистую питьевую воду. Теперь чистая вода из колодцев удаляется с помощью специального оборудования. В Константинополе была конфискована мраморная статуя матери-богини стоимостью 12 миллионов долларов и другие исторические ценности, в том числе редкие армянские книги. Полиция арестовала 7 человек. В Вене стартовала встреча глав Министерства обороны Армении и Азербайджана Зограба Манцаканяна и Эльмара Мамедьярова и сопредседателя Минской группы ОБСЕ по карабахскому регулированию Игоря Попова, Россия, Стефана Висконти, Франции и Эндрю Шофера США. Как сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян, на своей странице в Facebook беседа проходит в преддверии, намеченной на завтра, встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сирийские военнослужащие за истекший год уничтожили более 100 тонн боеприпасов, брошенных боевиками при отступлении из пригорода Дамаска-Восточная Гута. По словам бригадного генерала, командира инженерной группы МАЯС Махмута Иса в Восточной Гуде продолжается разминирование, в ходе которого военные собирают брошенные террористами боеприпасы и вывозят их за город, где уничтожают. По словам командира, опасность работы саперов и инженеров добавляет то, что часть боеприпасов изготовлена в кустарных условиях. Американские сенаторы представили двупартийный законопроект, запрещающий передачу истребителей F-35 в Турцию до тех пор, пока правительство США не подтвердит, что Анкара отказалась от поставок российской системы ПВО С-400, передает Reuters. Перспектива получения России доступа к самолетам и технологиям США в Турции представляет серьезную угрозу для национальной и глобальной безопасности, сказала сенатор-демократ Жанна Шахин, одна из четырех соавторов законопроекта. Турция вместе с США и еще семью странами принимает участие в проекте по созданию F-35, производя различные детали для данного истребителя. Анкара при этом уже заказала у Вашингтона 30 таких машин. США, однако, предупредили Турцию о том, что они могут отказать ей в продаже F-35 в случае приобретения Анкарой S-400. В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке S-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта. Тогда же президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. Арахачатрян, альпинист армянского происхождения, покоривший Эверест, бросил себе новый вызов. Он собирается на лодке из Франции достичь Ливана. Об этом сообщает D-961. По словам источника, 55-летний армянин пройдет расстояние в 3524 км через Средиземное море от Марселя до Байрута. Покорение Эвереста Ара приуручил столетию геноцида против армян. Хачатрян не забывает о своих корнях и выступает перед учениками из школ Франции, Ливана и Армении. Европарламент на заседании 27 марта одобрил введение с 2021 года полного запрета на использование одноразовой пластиковой посуды, тарелок, вилок, ножей, соломинок, контейнеров для еды, а также тонких пластиковых пакетов, ватных палочек и пластиковых палочек для воздушных шаров. За это решение проголосовали 560 депутатов, против выступили лишь 35. Теперь соответствующие законы должны также одобрить все страны-члены Евросоюза. По данным Еврокомиссии, пластиковая продукция одноразового пользования составляет половину всего мусора, который находят на европейских пляжах. На пластик, по мнению европейских законодателей, также приходится 70% всего мусора в Мировом океане. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Карнон» и «Харцанекан 2». Распорта «Белая страна» Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.